Знаете ли вы что-то о связи между римским католицизмом и масонством? Они связаны и сплетены. Вы хотите сказать, что римский католицизм практически манипулирует и контролирует масонами? Римские католики достигли такого уровня, при котором они контролируют очень многих. Это имеет отношение также и к масонам. Неудивительно, что масоны имеют на главных постах католиков. Почему ваш муж не говорил, что они управляют нашей церковью? Расскажите об этом. Его общество управляет нашей церковью. Вот как он говорит. Кого он имел в виду? Католическую церковь. Католическая церковь управляет всеми церквями. Он говорил вам об этом? Да, говорил. И он имел в виду, что католическая церковь управляет также и церковью Андрефиса 7 дня. Ну, я бы сказала, высказывание было очень близким к этому. Я не могу вспомнить точную формулировку его высказывания, но я поняла мысль, которую несли слова того высказывания, которое он употребил. Он сказал «мы». Когда он говорил «мы», он имел в виду церковь и себя. Он всегда включал себя и себя в свою церковь. Из последнего свидетельства, бывшей жены католического священника и агента, мы получаем впечатление той незыблемой уверенности католической церкви в том, что она почти владеет народами и организациями мира. Очень скоро она спостигнет время страшного преследования, и среди верных христиан будет много мучеников. Послушайте слова из книги Откровения, 17 главы 6 стиха. В 18 главе книги Откровения содержится часть вести Божьей к этому миру об этой церкви. Яростным вином было деяние своего, она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Правительства этого мира состоят далеко не в Святом Союзе с Римской системой папства, и Бог собирается судить их за это. Я бы хотел, чтобы вы внимательно послушали свидетельства доктора Хайербукса, когда он будет делиться своим видением в мировой политике. Я могу сказать, что был за той дверью, где все планируется. Мне было сказано, что они хотят заселить юг, и уже тогда мне было сказано, что они планируют Вторую мировую войну. Я знал, что они планируют переселение иммигрантов, чтобы заселить юг этими людьми. Они сделали это. О каких иммигрантах идет речь? О тех, которые переехали во время войн и позже. Интересно отметить, что Ватикан совсем не потерпел вреда от бомбежек. Моя жена была главной сценографистой в Пентагоне на то время. Она передавала все распоряжения и приказы ключевым фигурам того времени. И она передавала приказы о том, чтобы ни один самолет протестантских стран не пролетал над Ватиканом и вообще над Римом, потому что они опасались, чтобы кто-то из протестантов не начал бомбить Ватикан. Знаете ли вы, что глава комиссии по иммиграции в Германии в то время был преданным католикам? Он распорядился, чтобы в Нью-Йорке были подготовлены люди для использования в их спецоперациях. Эта группа была отправлена на корабле для переправки одного из них в Москву для выполнения особых задач. Я имел честь работать с Бабенко, и мы говорили о разных вещах. Мы имели доступ к информации, которую хотели знать. Мы могли даже облачаться в мантии священников, чтобы выглядеть как священники. Поскольку он разговаривал на 44 языках лучше, чем я на своем английском, а его жена на 33 языках, и он с колоссальной скоростью изучал новые языки, что было просто похоже на волшебство. Генеральная конференция использовала его в качестве переводчика, отправляя его туда, куда было нужно. Он был в Европе, Азии и совершал много работы. Когда он был в Азии, в районе Гималаев, где очень трудно изучить язык местных народов, он знал, что в Европе будут происходить неожиданные события. И поэтому он собирался выяснить эти подробности. Он взял самолет, полетел туда, оделся подобно кардиналу католической церкви, и он был там среди других таких же священников, сказав им, что не понимает их языка и нуждается в переводчике. Ему предоставили переводчика, но он прекрасно понимал язык говорящих между собой священников, понимал все, что они говорили, а также все, что они говорили.